Некогда обычный памятный турнир по боксу сегодня уже является всероссийским статусным мероприятием. Эти бои отдают дань уважения приморскому тренеру и участнику Великой Отечественной войны Виктору Сахарову. Но не только это влечет сюда во Владивосток боксеров со всей страны. На ежегодных соревнованиях класса А, который принимает спорткомплекс «Олимпийц», можно получить звание мастера спорта. В этом году турнир посетило более 60 бойцов с Приморья, Москвы, Якутии и других регионов. Все бои длились в формате три раунда по две минуты. На выяснение отношений ушло целых четыре дня. Свои силы показывали как парни, так и девушки. Кто-то на этих соревнованиях разминался для следующих, более важных стартов. Другие же прицельно шли за победой и повышением разряда. Это был наш старт в последующих соревнованиях. Посмотреть то, что мы натренировались на тренировке, проявить это в ринге и посмотреть, все ли прошло или нет. И потом рассматривать наши бои, убирать какие-то ошибки, что-то усовершенствовать. И если что-то не проходило, мы просто убираем. Для меня было это очень сильно важно выиграть, так как на кону стоял мастер спорта, выполнение мастера спорта, норматив. И первое место для области Сахалинска. Так как приехал наш президент федерации бокса, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Благодаря ему тоже была большая поддержка, тоже бой прошел только ради него. Благодаря его поддержке он очень хорошо помог в этом. Высокий статус турнира уже который год подтверждают не только сами участники, но и именитые гости. За перспективной молодежью в этот раз наблюдал, например, и Алексей Тищенко. Известный боксер приехал на эти соревнования уже в третий раз. Владивосток в принципе для двукратного олимпийского чемпиона хорошо знакомый город. Здесь он готовился к важным стартам в своей карьере. В 2005 году перед чемпионатом мира Миньяне, который в Китае проходил, и в 2008 году перед Олимпийскими играми в Пекине. Здесь проходила подготовка и так получилось, что оба этих старта для меня потом оказались успешными, победными. И для меня Владивосток такой, можно сказать, счастливый город. Счастливым он оказался и для приморцев, которые по итогу всего турнира завоевали шесть золотых медалей. Как отметили в Краевом департаменте физкультуры и спорта, проведение соревнований такого уровня дает мощный импульс развитию бокса во всем округе. Уже сегодня этим олимпийским видом спорта только в Приморье занимается около 4000 человек. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин